Вчера губернатор Кубани Александр Ткачёв провёл селекторное совещание с главами районов, на котором были подведены итоги работы муниципалитетов по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Как оказалось, расслабляться пока рано. Регион может накрыть вторая волна ледяного холода. Обратившись к участникам совещания, глава региона отметил, что ледяной дождь, прошедший на Кубани в ночь с 20 на 21 января, по своему объёму и масштабам был беспрецедентным. Без электроэнергии, тепла и воды остались почти полмиллиона человек и около 500 социальных объектов. На устранение ЧАЭС были мобилизованы все силы. Конечно, для такого большого объёма работы потребовалась дополнительные людские ресурсы и специальная техника. Экстренно были мобилизованы, вы знаете, аварийные бригады, ЧАЭС, электрические компании, командальщики. Восстановлением всего разрушенного занималось почти 5,5 тысяч человек и 800 единичных техники. В целом я считаю, что мы достойно справились с ситуацией, но, как я уже говорил, можно было сработать и лучше. Можно было организовать работу диспетчерской службы, возможно создать единую, многоканальную линию по краю. Но, конечно, ни в коем случае не оставлять людей без информации. Я думаю, что уроки вот этой стихии, масштабы и, безусловно, нас в том числе должны быть очень много. Главы муниципалитетов доложили губернатору о результатах устранения технологических нарушений. В нашем районе по состоянию на 27 января восстановительные работы проводятся в Протокском и Прикубанском сельских поселениях, а также в Славянске-на-Кубане, где осталось несколько неподключенных домовладений. Губернатором Кубани была поставлена задача главам районов в течение суток завершить все восстановительные работы после первой волны обледенения. В связи с ухудшающимися погодными условиями и возможным повторным обледенением привести в готовность все силы и средства, которые могут понадобиться в сложившейся ситуации. Ведь прогноз погоды, как было отмечено синоптиками, неутешительный. Температура воздуха на территориях пострадавших районов от минус 4 до плюс 1 градуса. Усиление ветра, возможен мокрый снег, на дорогах кололедится. К выходным в северных районах края возможны морозы до минус 20. По прогнозам синоптиков весеного, мы должны это понимать. Погода нам не даст расслабиться, ожидается кололед на дорогах, налипание мокрого снега, морозы, сильный ветер. Чтобы не допустить повторения событий недельной давности, я хочу сказать, что мы должны, конечно, работать на опережение. По окончании краевого селектора глава района Роман Сенеговский провел совещание со специалистами службы ЖКХ управления ГОЧС, руководителями энергоснабжающих организаций НЭСК и КубанЭнерго. Службам были даны поручения завершить работы по подключению электроэнергии в дома жителей, сформировать заранее максимальное количество бригад электриков и подготовить все имеющиеся на предприятиях вышки для выполнения электромонтажных работ в случае повторения ЧАЭС. Роман Сенеговский отметил, что по-прежнему для жителей работает общественная приемная с телефоном в круглосуточной горячей линии 4-11-12 и пункт временного пребывания на базе городской школы номер 1, где жителям предоставляется бесплатно горячее питание, работает игровая комната для детей, можно зарядить телефон при необходимости переночевать. Анна Монастыренко, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Программа «События».